Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Полины Михальчук и прямо сейчас расскажем о главных событиях этого дня. Я подбежала, я ее поднимаю. Но она никакая, эта девочка. Они ее тягали туда-сюда. Стая бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку в Ленинском районе. Она в больнице. Почему в Красноярске учащаются случаи нападения бродячих животных? Репортаж Светланы Чернушевич. Мы думаем, что это будет существенное уменьшение трафика. Мы только-только вышли сейчас на показатели, которые так или иначе можно сравнивать с 2019 годом, еще до пандемии. В Красноярском крае впервые вводят систему QR-кодов. Как это будет работать и кого коснется, расскажем через 5 минут. Я не просил закрыть долг. Я просил именно работу, именно к перспективу какого-то карьерного роста, чтобы он увидел, что существует такая проблема на сегодняшний день. Красноярцу, переболевшему раком крови, нужна помощь. Из-за больших долгов, которые остались после лечения, мужчина не может устроиться на работу. От безысходности он обратился к основателю Тинькофф Банк. К Новому году может подорожать шампанское. Ждет ли нас дефицит игристого? В Красноярской стае бродячих собак набросилась на 8-летнюю девочку в районе школы на улице Глинки. Все произошло накануне вечера. Бездомные псы таскали ребенка по двору буквально как куклу, говорят очевидцы. Этой темой сегодня занималась Светлана Чернушевич. Репортаж с места событий она готовит прямо сейчас и уже через несколько минут мы расскажем подробности. А пока главные федеральные новости в России предложили ввести нерабочие дни из-за пандемии коронавируса, об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе с ковидом. Там Голикова предложила обратиться к президенту Путину с инициативой объявить нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября на фоне ухудшения эпидситуации в стране. Премьер страны Михаил Мишустин поддержал предложение. Тем временем в России новый ковидный антирекорд. За сутки скончались более тысячи человек. Об этом сообщили в оперштабе. Кроме того, за 24 часа выявили 33,5 тысячи заболевших инфекцией. Выздоровели на 10 тысяч человек меньше. В Красноярском крае суточный прирост заболевших впервые с 22 июля перевалил за отметку в 500 человек. Больше всего в Красноярске 101 заразившиеся. Выздоровели 405 пациентов, скончались 23 человека. Высокие показатели по заболеваемости вынудили краевых властей ввести новые ограничения. Об антиковидных мерах объявили накануне, и они сразу же вызвали волну недовольства. Ведь теперь ограничения коснутся не только работы культурных и спортивных объектов и общепита. В Красноярском крае впервые вводят систему QR-кодов. Концертные залы, кинотеатры, театры, спортивные и культурные мероприятия запретят посещать невакцинированным или непереболевшим коронавирусом за последние полгода гражданам. Как получить QR-код и кого еще коснутся новые ограничения, расскажет Елена Армас. Только вчера мы об этом узнали, как и все абсолютно. Поэтому пока мы еще с контролерами работу не проводили, у нас планируется в ближайшее время масса и планерок, и обучений. Новые ограничения застали сотрудников Киномакса врасплох. И уж тем более никто не был готов к QR-кодам. Их вводят с 1 ноября. Невакцинированным и непереболевшим за последние полгода гражданам запретят посещать спортивные и культурные объекты, кинотеатры и концертные залы. И сейчас у них есть меньше двух недель, чтобы подготовить своих сотрудников, принимать посетителей согласно новым правилам. Кроме того, сократили допустимое количество зрителей спортивных и культурных событий. До 14 ноября оно составит 50% от общей заполняемости, а с 15 ноября – 70%. Менеджер рекламы и маркетинга Киномакса Галина Демина говорит, кинотеатр и так работал в полусилы. Теперь еще и QR-коды, которые есть далеко не у всех посетителей. Все это значительно снизит и так невысокую выручку. Мы думаем, что это будет существенное уменьшение трафика. В любом случае, все наши показатели, мы только-только вышли сейчас на показатели, которые так или иначе можно сравнивать с 2019 годом, еще до пандемии. Но при этом, при всем, мы прекрасно понимаем, что трафик упадет не в два, не в три раза. Хочется верить, что будет все хорошо, но мы прекрасно понимаем, что обороты так или иначе упадут существенно и будут, так скажем, близиться к нулю. То есть теперь для входа в кино, а также для других культурных и спортивных мероприятий, вы должны быть либо переболевшим, либо привитым. Подтвердить перенесенное заболевание можно лишь одним способом – показать справку. А вот у вакцинированных есть специальный QR-код. Он находится на госуслугах и загружается туда автоматически после того, как вы поставите второй компонент прививки. Именно его вам и нужно будет предъявлять вместе с паспортом. Но если вы не пользуетесь госуслугами или у вас нет телефона, вам в любом случае выдают бумажный сертификат о вакцинации. И предъявляете вы, соответственно, его тоже вместе с паспортом. Пока неизвестна остается ситуация с теми, у кого есть медотвод от прививки. В краевом правительстве нам не смогли ответить, что же делать таким красноярцам, но пообещали до 1 ноября прояснить этот момент. Сейчас в крае привито 42% населения или 900 тысяч жителей. Это почти в два раза меньше нужного показателя для коллективного иммунитета. И, возможно, введение QR-кодов поспособствует повысить количество привитых и достигнуть 80%. Если бы у нас привитых и переболевших, имеющих QR-коды было бы 80-90%, то мы понимаем, что при прочих равных количество потенциальных потребителей услуг той или иной организации бы не сократилось. С другой стороны, эта мера, наверное, как раз и должна способствовать тому, чтобы количество этих потенциальных клиентов увеличилось. Если человек хочет пользоваться услугами того или иного кинотеатра, зрелищного иного мероприятия, ну и вообще хочет быть здоровым, он пойдет и сделает прививку. Но это очередной сигнал, призыв власти поступить именно так. Под новые ограничения попал и многострадальный общепит. Там пока QR-коды не вводятся, то снова ограничивают работу. С 7 утра до 11 вечера. Также с этого дня запрещается работа танцевальных зон в кафе и барах. Для ночных заведений это очередной удар. Клубы и бары еще не успели оправиться от последних ограничений, а тут опять. Хотя ресторатор Александр Белов признается, это было ожидаемо. Мы решили, что ночное заведение открывать не будем. Это ровно месяц назад, когда случились снятия как раз перед выборами. Как раз вчера было ровно по-моему месяц. Сами понимаете, какой смысл работать. В 23.00 люди, те, кто хочет потанцевать. Если для общепитов введут QR-коды, я думаю, что количество людей, у которых есть эти QR-коды, оно настолько незначительное, что введение QR-кодов для общепита, это будет по большому счету убийство целой индустрии. Больше всего и предпринимателей, и жителей смущает непоследовательность вводимых ограничений. С новыми антиковидными мерами поднимается старая тема. Постоянно переполненные автобусы. Лучшее место для распространения вирусов. Сами красноярцы в соцсетях обсуждают новые меры и пишут. От развлекательных мероприятий ради здоровья люди могут отказаться. А в кино и театрах и так антиковидная рассадка через кресло. Но вот автобусы для поездки на работу, учебу или в ту же больницу необходимы. Вот, например, что происходит в автобусе номер 64 в час пик. Люди возвращаются с работы, автобусы набиты битком. Никакой состояния дистанции речи, конечно, не идет. Благо, пассажиры все практически в масках. Но, учитывая, как сейчас мало автобусов на маршрутах, и какая давка там происходит, часы пик, у горожан не есть сомнения, что вводимые меры помогут хоть немного снизить суточную заболеваемость коронавирусом. Конечно, вряд ли QR-коды ведут и для автобусов. Это парализует город. Но увеличить количество маршрутов, поставить антисептики, создать хотя бы минимальную социальную дистанцию в силах властей. Но возможности и желания предоставить дополнительный резерв транспорта в час пик нет. Поэтому, как и всегда, ограничивают тех, кто лишь пытается выжить в ковидных буднях. Илья Нормас, Николай Чистяков, Сергей Кашин. Новости ТВК. И сегодня мы вышли на улицы города и спросили у красноярцев, есть ли у них QR-код вакцинированным, и как вообще они относятся к новым антиковидным мерам. И вот какие ответы получили. У вас QR-код о вакцинации есть? Нет, у меня пока только справка еще. То есть вы собираетесь его получить? Ну, если в этом такая необходимость будет, ну, надо будет, получу, наверное, конечно. Вы знаете, я не могу сказать, что это очень хорошо. Люди все равно общаются. В магазинах вместе ходят, в автобусах, ну, пусть в масках. Поэтому я не думаю, что закрывая театры, кафе, рестораны, это что-то в минус пойдет. А у вас есть QR-код о вакцинации? Да, есть. Давно вы получили его? В августе. Знаете то, что с 1 ноября сейчас вводятся новые санкции о том, что без QR-кода? Ну, и большие ограничительные меры, да, знаю. В курсе. Вы согласны с этим? Да, вполне. Нет. А вы собираетесь его ставить? Нет. Почему? Не считаю нужным. У вас есть QR-код о вакцинации? Ну, нет. QR-кода нет. А вообще привиты. У вас есть QR-код о вакцинации? Нет. А собираетесь его ставить? Ну, в ближайший месяц, думаю, да, потому что собралась уезжать. QR-код нет, но сертификат или это одно и то же. Нет? Ну, тогда да, есть. Есть ставим ее. Давно получили? Да. Слышали о том, что сейчас вот с 1 ноября вводят новые санкции? Да, недавно слышал. Как к ним относитесь? Я думаю, это для торговли плохо будет. Нет. Собираетесь получать его? Нет. А почему? Ну, а зачем он мне нужен? Слышали о том, что сейчас с 1 ноября вводятся новые санкции и теперь посещение культурных мероприятий, торговых центров и театров будет невозможно без QR-кода? Ну, когда оно будет невозможно, тогда у меня будет необходимость, тогда я получу его. Если сертификат есть, с собой его нет. Новые коронавирусные ограничения в Красноярском крае мы продолжим обсуждать в программе «Прямой эфир». Выслушаем мнение экспертов и, конечно, поговорим с вами, с нашими телезрителями. Как думаете, поможет ли введение QR-кодов, сдержать эпидемию, будет ли такая схема работать? Как оцениваете новые антиковидные меры? Ваше мнение выслушаем в 21.00, а звонки готовы принимать уже сейчас. Телефон редакции 200-00-65. Восемь жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей в лотерее за вакцинацию от ковида. Итоги розыгрыша провели накануне, и это был второй и последний шанс получить деньги за прививку. В этот раз счастливчиками оказались восемь жителей края из Красноярска, Емельянова, Лисосибирска, Девногорска, Шарыпова, Минусинска, Назарова и Большой Мурты. Среди них медработник, две студентки и три пенсионера. Чтобы узнать, есть ли вы в числе победителей, достаточно ввести номер своего прививочного сертификата на сайте bonus-за-здоровья.рф. Кроме того, уведомления о выигрыше поступают в личный кабинет сайта госуслуги. Я напомню, по всей стране разыгрывали тысячу призов по 100 тысяч рублей. Лотерея проводилась среди россиян старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. В Красноярском крае первым компонентом вакцины сейчас привиты чуть более 900 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 888 тысяч жителей. В одном из дворов на улице Симафурная сегодня образовался настоящий гейзер. Все из-за аварии на одной из затопительных труб. Горячая вода била мощным потоком, который было видно даже из соседних домов. Вода быстро затопила улицу и весь двор жилого дома заволокло густым паром. По словам очевидцев, аварию не могли ликвидировать несколько часов. Из-за поломки в трех домах полностью отключили отопление. Прошел уже почти час, ничего не поменялось. МЧС-совцы ходят вокруг и не могут ничего, видимо, решить. Коммунальщики пообещали вернуть тепло в квартиры к 8 часам вечера, когда полностью исправят ситуацию. В результате аварии местные жители не пострадали. Однако автомобиль марки Киа, который стоял неподалеку от места прорыва, теперь нуждается в капитальном ремонте. Как рассказывают очевидцы, сильный поток воды поднял воздух в часть грунтового слоя. Он пробил заднее стекло машины и упал на крышу, из-за чего образовались вмятины и разбилось лобовое стекло. Спасателям пришлось тросом вытягивать машину из кипятка. По словам коммунальщиков, трубопровод полностью застрахован, а значит владельцу автомобиля полностью возместят ущерб в соответствии с законом. Прогулка обернулась трагедией. Стая бродячих собак набросилась на 8-летнюю девочку в районе школы на улице Глинки. Все произошло накануне вечером. Бездомные псы таскали ребенка по двору буквально как куклу, говорят очевидцы. На помощь пришли прохожие. Недели ранее бродячая собака напала на девушку в гремячей гриве. И не проходит и месяца, чтобы наш город не потрясла очередная шокирующая история с кровавым финалом. И самое страшное, что ни у властей, ни у общественников, кажется, нет решения проблемы бездомных псов. В причинах разбирала Светлана Чернушевич. Я как рванула сюда. Я бежала, схватила палку, я орала. Эти собаки только меня одного взгляда, наверное, увидели и разбежались. Я подбежала, я ее поднимаю. Но она никакая, эта девочка. Они ее тягали туда-сюда. Сегодня школьный двор на Глинке больше похож на поле боя. Повсюду клочки рваной одежды, детская курточка в одной стороне, капюшон в другой. Рядом нарядный белый бант. Бороться со стаей бездомных собак накануне пришлось восьмилетней девочке Ане. Собаки едва не разорвали ребенка, говорят очевидцы. На помощь пришли прохожие. Одна из них Людмила. Она была в сознании, но ее очень трясло. И она говорила, мне очень холодно, мне очень холодно. Но мы уже двумя делами ее укутали. Ну на голове сильно, вот я видела, что на голове было сильно, когда я одевала ей это самое. Но она осталась только в маечке, и колготки были до половины, и в ботинках. Все, что на ней осталось. Остальное все было вот разодрано. Таким трагичным финалом для ребенка обернулась обычная прогулка. Накануне вечером второклассница вышла из дома и пошла к школе. Здесь ее встретили собаки. По меньшей мере пять, как говорят очевидцы. Со школьного двора восьмилетнюю Аню увезли на скорой. Сразу в палату интенсивной терапии. Сейчас ее состояние стабилизировалось, говорят врачи. Оказана помощь. Первичная хирургическая обработка раны, интенсивная терапия. Сегодня состояние уже лучше, ребенок в сознании. Я же говорю о множественных ранах, нижних конечностей, туловищей, головы. Они разные по степени, по размерам и так далее. Но они сегодня уже не угрожают ни жизни, ни каких проблем нет. Врачи отмечают, к счастью, хотя бы на лице девочки ран нет, только ссадины. Раны на теле заживать будут около 10 дней. Врачи продолжат следить, чтобы не было осложнений и гнойно-воспалительного процесса. Тем временем Следственный комитет уже начал проверку. Организовано проведение процессуальной проверки по факту нападения 18 октября на территории средней школы номер 50 города Красноярска стаи собак на 8-летнюю девочку. Предварительно установлено, что ребенок воспитывался в благополучной семье и проживала недалеко от школы. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления и иных уполномоченных органов и организаций по обращению с животными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Однако одной проверки здесь явно будет мало. Ведь такие случаи происходят в нашем городе с завидной регулярностью. Неделей ранее собаки напали на посетительницу Гремячей Гривы. После выяснилось, что пострадавшая не одна. Пострадавшие в разных районах города говорят, что годами звонят в 005, чтобы агрессивных собак отловили. Но слышат только «Это от нас не зависит и передадим ответственным». Во дворе школы на Глинке власти уже после трагедии обещают отловить всех собак. Однако ждать таких же действий по всему городу не приходится. Говорят в службах по отлову. Все потому, что частные приюты уже переполнены. Приюты уже давным-давно переполнены. Не только наши. То есть все приюты, которые есть у нас в городе, они не муниципальные. Да, и они уже давным-давно переполнены. Ждем, что вопрос будет решаться. Но, к сожалению, пока, я думаю, бюджет. И вообще Россия, в принципе, не готова вводить такую помощь большую, крупную. И владельцы частных приютов, и сами жители ждут действий от властей. По мнению многих, городу может помочь муниципальный приют. Еще в конце 2020 года власти заявляли, что нашли место для муниципального приюта. Его планировали разместить здесь, в одном из зданий на Затонской, 70. Тогда заместитель главы города и руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых заявлял, что муниципальный приют начнет работу в январе 2021 года. Но этого так и не случилось. Как говорят в департаменте городского хозяйства, приют на Затонской все же работает. Правда, назвать его полноценным муниципальным приютом нельзя. На муниципальной территории просто работает частная фирма по отлову. По поводу организации муниципального приюта в том виде, в котором это прописано в нормативных актах, то, соответственно, средства с краевого бюджета не выделено, так как это полномочия региона, то, соответственно, если выделят дополнительные средства, будут дальше дооборудовать этот приют или какую-то другую площадку оборудовать. Но вот все, что возможно на сегодняшний день в этом плане, организовано. Кровоточащая проблема безнадзорных животных – одна из самых наболевших для красноярцев. Но сделано для ее решения пока очень и очень мало. Общественники считают, власти изначально начали бороться не с проблемой, отсутствием культуры, бесконтрольным размножением и выбрасыванием животных на улицу, а с следствием. Но что делать в текущей ситуации, когда улицы уже заполонили бездомные псы, одевать их некуда, общественники не знают. Как, видимо, и сами власти. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин, Новости ТВК. В России прогнозируют рост цен на шампанское. К Новому году игристые вина подорожают примерно на 7%. Об этом сообщают в Союзе виноделов России. По словам экспертов, подорожание связано с плохим урожаем винограда. Но он не отразится на количестве шампанского на полках магазинов. Дефицита шампанского к празднику эксперты не прогнозируют. Однако тенденции роста цен на напиток не избежать. Но подорожание будет в пределах инфляции, заявляют в Союзе виноделов. К слову, в начале октября Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что производство шампанского в России за 9 месяцев этого года снизилось более чем на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новости о подорожании многих продуктов питания появляются практически каждую неделю. Только за лето в цене выросли мясо курицы, помидоры, огурцы, картофель. Накануне стало известно, что овсянка в России побила ценовой рекорд за последние 20 лет. А две недели назад ритейлеры заявили о дефиците доширака и батончиков баунти. Что происходит с ритейлом, какой прогноз дают эксперты по динамике цен на товары, об этом мы поговорим в программе «После новостей». Ответы на эти вопросы будем искать вместе с экспертом в области продуктового ритейла Виктором Баховым. Не пропустите в 20.45. Дайте шанс. Красноярец написал письмо Олегу Тинькову с просьбой о помощи. Общественный деятель Александр Штелли переболел острой формой лейкемии – раком крови. На лечение и реабилитацию было потрачено много сил, времени и, конечно, средств. Онкология отступила, но долги по кредитам остались, из-за чего теперь Александра не берут на работу. Последним шансом был Тиньков банк, но и там красноярцу в трудоустройстве отказали. Причем его основатель Олег Тиньков в 2019 году сам столкнулся с лейкемией. Александр надеется, что предприниматель услышит его и поможет. Подробности этой истории расскажет Елена Армас. На тот момент казалось, что я человек, который умирает, потому что на этом закончится моя земная жизнь. Это Александр. Почти 10 лет назад ему поставили страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз. Это заболевание крови и костного мозга. Сначала мужчина пробовал лечиться в Красноярске, но после химиотерапии становилось совсем невыносимо, а врачи не называли прогнозов. Александр решил бороться и сам нашел клинику, в которой смогут вылечить его вид лейкемии. Она находилась в Китае. Коллеги с работы и руководство поддержали, собрали нужную сумму. И Александр начал ездить в Китай на лечение и, возвращаясь домой, работал и отдавал долг. Для этого красноярец и взял кредиты. Мне предложили, что мы вам соберем финансы, езжай. Я поехал, первый курс химии, в принципе, я прошел там. Естественно, сравнил лечение, мне там намного лучше, намного легче. И все. И в дальнейшем мне пришлось брать кредиты простые, потребительские. Слава богу, зарплата и работа позволяла. Но болезнь дела свое. Состояние здоровья резко ухудшилось, и Александру пришлось уволиться. После была тяжелая реабилитация, и когда лейкемия полностью отступила, а долги остались, около 2 миллионов рублей, Александр начал искать хоть какую-то работу, а параллельно заниматься благотворительностью. Помогал тем, кто тоже столкнулся с онкологией. Если с общественной деятельностью все сложилось, то от работодателя Александр слышал лишь один ответ. Вы не подходите. Как оказалось, именно из-за кредитов. Начинаешь узнавать, почему так происходит. Люди подсказали, что из-за долгов тебя просто проверяют. Это любому можно, у кого есть паспорт твой, проверить на сайте судебных представов, видят твои долги, ставят тебе статус неблагонадежного, так скажем, человека, кандидата на какую-то должность. И поэтому тебя просто не берут на работу. Получился санкнутый круг. В желании вернуть долги Александр не может устроиться на работу именно из-за кредитов. Последняя компания, в которую обратился красноярец, стал банк Тиньков. Но и там ему тоже отказали. Тогда в отчаянии Александр обратился к основателю банка Олегу Тинькову, который тоже борется с лейкемией. Но не для того, чтобы предприниматель покрыл долги красноярца, а чтобы помог с трудоустройством в компании. Я не просил закрыть долг. Я просил именно работу, именно к перспективу какого-то карьерного роста. Чтобы он увидел, что существует такая проблема на сегодняшний день. И как-то бы, может быть, включился в решение этой проблемы. Организация у них вся онлайн. То есть для человека, который столкнулся с онкологией, обзванивать там, либо еще что-то. Александр предполагает, что работодатель, который тоже столкнулся с его жизненной ситуацией, увидит в нем в первую очередь хорошего специалиста, а не злостного неплательщика. В этом смысле юрист Станислав Вахрушев заявляет, не брать на работу человека из-за его кредитов, естественно, незаконно. Работодатель должен обосновывать отказ от заключения трудового договора. Отказывать официально работодатель, будущий работодатель, может, естественно, только по тем причинам, связанным с деловыми качествами работника будущего. Действительно, каждый работник имеет право получить письменную мотивировку, письменный отказ от заключения трудового договора. Об этом тоже необходимо написать заявление, предоставить его работодателю. Если отказ не мотивирован, незаконный, тогда можно обращаться в суд, взыскивать компенсацию морального вреда. К слову, у семьи Тиньковых есть фонд, который помогает людям с лейкемией. Однако адресную помощь проект не оказывает. Тиньковы ведут свою цель в том, чтобы сделать лечение заболевания доступным. Например, сейчас фонд объявил программу по закупке дорогостоящего оборудования для генетических исследований и обучению региональных врачей. Однако в программу вошли только 19 регионов, и Красноярского края среди них нет. В целом, очень мало в России фондов, которые нацелены на адресную помощь, именно взрослым. А если и есть такие, то средства там собираются медленно. Люди охотнее переводят деньги детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, а не взрослым, из-за чего они и влезают в долги. С точки зрения психологии, такая выборочная благотворительность объясняется очень просто. Сострадание детям заложено у нас природой на уровне инстинкта. Для их выживания. И другой вопрос, когда мы касаемся взрослого, на плечах у которого больше ответственности и больше жизненного опыта. И когда он попадает в беду, мы предполагаем, что он должен опираться на тот жизненный опыт, который накопил. Поэтому, когда мы понимаем, что ему нужна помощь, взрослым мы задаем больше вопросов, для того, чтобы разобраться, а действительно ли он нуждается в этой поддержке. Поэтому от нас требуется больше ресурса, и это тоже может ограничивать. Сейчас Александру уже перезвонили из Тинькофф банка и предложили пройти собеседование на другую должность. Связано это с его обращением к основателю или нет, красноядец затрудняется ответить. Но одно понял наверняка. Мир одинаково суров ко всем. Сегодня депутаты Горсовета обсудили участившиеся случаи отравления детей в школьных столовах. Представитель Роспотребнадзора на сессии заявил, что в большинстве столовых специалисты во время проверок выявляют нарушения, а власти не делают выводов и не стремятся исправить ситуацию. И это несмотря на уже несколько случаев массовых отравлений. Напомню, в феврале более сотни школьников советского района отравились некачественными овощами, возбуждено уголовное дело. А две недели назад симптомы отравления почувствовали учащиеся 56-й школы. По данным городского управления образования, пострадали 72 ребенка. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура и Роспотребнадзор. Сегодня депутаты предложили организовать новую схему питания в школах. По мнению парламентария Игоря Сорокина, необходимо возродить городской комбинат питания и передать ему все полномочия по кормлению детей. Частников необходимо отстранить от этого процесса, поскольку их сложно контролировать, считает Сорокин. В ближайшее время горсовет соберет все предложения депутатов по организации питания и передаст их в мэрию и дорогие органы власти. Спустя почти семь лет закончилась реконструкция самой северной гидроэлектростанции в России – Усть-Хантайской ГЭС. Накануне энергетики запустили последний седьмой гидроагрегат. Теперь электростанция работает на полную мощность, что изменилось в работе ГЭС после реконструкции. И как это повлияет на сам Таймыр, расскажем в сюжете далее. Включаю в работу гидрогрегат номер один в Усть-Хантайской ГЭС. После пары нажатий на кнопки последний генератор начал работу. Спустя семь лет завершилась реконструкция Усть-Хантайской гидроэлектростанции. Накануне рабочие обновили последний седьмой гидроагрегат. Теперь самая северная ГЭС страны вырабатывает еще больше электроэнергии. А именно 511 мегават вместо прошлых 441. Технологическим обновлением занималась Норильско-Таймырская энергетическая компания. Всего на реконструкцию было потрачено более 7 миллиардов рублей. При ремонте ГЭС использовались самые передовые отечественные технологии. Усилия многих-многих специалистов были приложены к этому проекту. Как уже коллеги говорили, был решен ряд сложнейших задач и инженерных, и технических, и логистических. Были члены все современные экологические требования. Тем не менее, при сложном графике проект был реализован строго установленные директивные сроки. Во время запуска последнего гидрогенератора велась онлайн-трансляция. В прямом эфире гости увидели, насколько улучшились показатели мощности после ввода в эксплуатацию последнего объекта. На онлайн-открытии присутствовал и министр энергетики России Николай Шульгинов. Он поздравил коллег с окончанием масштабного строительства, а также отметил, что Усть-Хантайская ГЭС играет ключевую роль в энергообеспечении всего таймырского полуострова. Цель модернизации ГЭС – это не только повышение надежности, о чем Евгений Владимирович сказал, а очень важное для работы в суровых климатических условиях. Целями были поставлены другие – это повышение эффективности работы, модернизируемые ГЭС, увеличение полезного действия. Прошлые генераторы на Усть-Хантайской ГЭС проработали почти 50 лет без перебоев. Решение о реконструкции компания «Норникель» приняла еще в 2012 году, а в 2014-м все основные агрегаты уже были доставлены. Обновленная ГЭС улучшит экологию в регионе, а именно уменьшит количество выбросов углекислого газа в атмосферу. К примеру, «Норникель» с помощью обновленной ГЭС создал около 5000 тонн углеродно-нейтрального никеля, который практически безвреден для природы, уверяют специалисты. Помимо модернизации Усть-Хантайской электростанции, к 2030 году компания планирует также отремонтировать и Курильскую ГЭС. Объемом действий порядка 10 миллиардов рублей. Планируется замена всех гидроагрегатов, их 5 штук. Собственно говоря, мы будем ограничены тем, что это действующий объект и заменять сможем по одному гидроагрегату в год. Начиная с 2023-2024 года монтаж новых гидроагрегатов будет начат. Усть-Хантайская ГЭС находится на реке Хантайка в 160 километрах от Норильска. Ее возвели еще в 60-х годах прошлого века, а в полную эксплуатацию станция вошла уже в 1975 году. Усть-Хантайская ГЭС была построена в условиях вечной мерзлоты, где больше 200 дней в году лежит снег. Однако теперь эта электростанция одна из самых мощных и эффективных не только в Красноярском крае, но и по всей России. Дмитрий Романько, Новости ТВК. Красноярский край стал лидером по количеству рек, загрязненных золотодобывающими компаниями среди регионов Южной Сибири. В этом году добытчики драгоценных металлов замусорили около 3000 километров рек, половина из них в Красноярском крае. Такие данные приводит Всемирный фонд дикой природы. Эксперты проверили специальный мониторинг рек Южной Сибири с помощью космического спутника. Специалисты изучили около 200 снимков и выявили больше 70 фактов загрязнения водоемов. Из 77 фактов загрязнения – 32 в нашем регионе. В общей сложности это чуть больше полутора тысяч километров. Как утверждают специалисты, нужно более тщательно контролировать деятельность золотодобывающих компаний, чтобы уменьшить масштабы загрязнений в водоемах. Результаты мониторинга загрязнения рек доказывают, из года в год загрязнения происходят в результате нарушения процессов добычи, производства. Мы видим, как надзорные органы реагируют, компании получают штрафы, но ситуация не меняется. Фонд дикой природы призывают еще до выдачи лицензий на добычу золота проверять компании на наличие ресурсов для ведения добычи экологичным способом, серьезнее относиться к критериям выдачи лицензий с учетом средств и на ликвидацию последствий. Всего в рейтинге участвуют пять регионов. Второе место после Красноярского края с двукратным отставанием занимает Республика Тыва. В этом регионе выявили 15 нарушений. Далее идут Кемеровская область и Республика Хакасия. А вот меньше всего нарушений специалисты обнаружили в Республике Алтай. Там выявили всего пять фактов загрязнения рек общей протяженностью чуть меньше 50 километров. Напомню, два года назад по вине золотодобытчиков прорвало дамбу на реке Сейба. В результате случилось сильное наводнение, а под водой оказались несколько рабочих общежитий. Тогда пострадали около 80 человек, 17 из них погибли. В России подорожало жилье, в Красноярске переименуют несколько остановок. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Доступность жилья для россиян снизилась впервые за 12 лет. Коэффициент доступности – это срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 квадратных метров, откладывая при этом все доходы. Этот показатель вырос до трех лет и четырех месяцев. Это почти на два месяца больше, чем по итогам до пандемийного 2019 года. В прошлом году самым недоступным жилье было в Москве, где коэффициент составил 4,5 года. В Санкт-Петербурге коэффициент был равен 4 годам. Быстрее всего накопить на квартиру можно было в Брянской, Псковской и Архангельской областях. Чуть более чем за два года. В Красноярске переименуют несколько автобусных остановок. Связано это с тем, что некоторые названия потеряли актуальность, либо утратили историческую значимость, пояснили в мэрии. Так, в Октябрьском районе изменятся названия четырех остановок. Торговый дом Каравай будет называться Стелла Октябрьский район. Платформа «Мясокомбинат» станет школьным городком, ЖК «Западный» – тихим кварталом, а общежитие «Мясокомбинат» – западным микрорайоном. В железнодорожном районе остановка «Западный» на улице Копылова станет остановкой «Сквер» имени Степанова. В Красноярском крае отстрелят еще 15 медведей. Убить хищников должны охотники до начала зимы. Такой приказ подписали в Краевом министерстве экологии и природопользования. В Ермаковском районе до 15 ноября ликвидируют 5 медведей. В Идринском – 10 особей до 30 ноября. Известно, что отстреливать хищников будут вне зависимости от пола и возраста. Напоминаю, в этом году хищники выходили к людям сразу в нескольких районах края. Кроме того, после нападения бурых медведей летом погибли два человека. В Красноярске растет количество подростков, страдающих ожирением. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Ежегодно на 5% увеличивается число детей до 14 лет с избыточным весом. Среди подростков от 15 до 17 лет проблема стоит еще более остра. Каждый год с этой болезнью сталкивается на 10% больше подростков. Среди всех болезней эндокринной и пищеварительной системы у подрастающего поколения ожирение занимает около 40%. По словам специалистов, многие родители не воспринимают эту тему всерьез, хотя проблема с каждым годом становится все более актуальной. При этом ожирение наносит большой вред здоровью детей. Родителям необходимо соблюдать принципы правильного и рационального питания и научить этому своих детей, говорят в Роспотребнадзоре. В нашем регионе проблема наиболее актуальна. В Бородино, Девногорске, Красноярске, Назарова, Шарыпово. Там превышен средний краевой показатель. Осень – время обострения хронических заболеваний. Сегодня в рубрике «Вопросы доктору» поговорим об одном из них – гастрите. В чем причина этого заболевания? Что делать, если у вас обнаружен гастрит? И можно ли его полностью вылечить? На эти вопросы ответит доктор Владимир Хиновкер. Здравствуйте. Это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня мы отложим в сторону доширак и шаурму и поговорим про гастрит. В чем причина гастрита? Гастриты бывают разные. И мы знаем несколько факторов, которые могут привести к гастриту. Первый фактор – это, конечно, стресс. Стресс и неправильное питание – все то, что приводит к горячей пищи, все то, что приводит к спазму сосудов, к нарушению микроциркуляции в желудке и впоследствии к воспалению. Большинство острых гастритов связаны со стрессом. Вот эти гиперсекреторные гастриты – это человек, который чего-то боится, у которого есть какие-то страхи, у которого есть какой-то внутренний конфликт, и который переживает непростые времена в своей жизни. Вторая история – это хронические гастриты, это эрозивные гастриты, то, что может даже привести к язве. Эта ситуация, как правило, ассоциирована или тесно связана с хеликобактер пилори, с этим прекрасным микробом, который впервые открыли в конце XVIII века, спустя сто лет переоткрыли снова. И, наконец, прекрасный австралийский ученый Барри Маршалл, который в 2005 году получил Нобелевскую премию за то, что он доказал связь большинства гастритов и язв желудка и двенадцатиперстной кишки с хеликобактер пилори, доказал инфекционную периоду происхождения этого заболевания. И, как вы понимаете, апогеем этого открытия было то, что он просто взял из чашки Петри и выпил бульон с этими микробами, и через 14 дней у него развилась типичная язва желудка, он также блестяще через 14 дней вылечил метронидозолом и солями висмута, и тем самым доказал, что лечить гастрит и острый гастрит, связанный с хеликобактер пилори и язву, нужно антибиотиками. Что делать, если обнаружен гастрит? Сначала надо пойти поставить правильный диагноз. Диагноз ставить с помощью фиброгастроскопа. Доктор с помощью эндоскопа заглядывает в ваш желудок, обнаруживает там признаки гастрита и заодно выясняет, какой он этот гастрит, как он выглядит изнутри, ваш желудок. Тут же он сделает анализ на наличие или отсутствие от этого микроба хеликобактер пилори. Исходя из этого, будет назначено правильное лечение. Но в любом случае нужно, а, постараться изменить свой образ жизни. Это, конечно, самый прекрасный совет, который всем очень подходит, мы его так обожаем. Вам нужно срочно изменить ваш образ жизни. Вы знаете, у вас грыжи в дисках, вам нужно срочно перестать носить тяжести. Доктор, как? Ведь я же работаю грузчиком, я больше ничего делать не умею. Ну, надо как-то постараться стать писателем. Да, надо постараться изменить свой образ жизни, прекратить стрессовать, как-то подружиться с самим собой, договориться с самим собой. Нужно изменить режим питания, нужно начать питаться дробно 5-6 раз в день, перестать кушать острое, перестать кушать гвозди, толченое стекло, а есть диетическую пищу, теплую и регулярно. Ну и вот, когда у моего брата впервые обнаружили язву желудка, мы все дружно смеялись, потому что мы сказали, мы знаем, братец, как зовут твою язву. Можно ли полностью вылечить гастрит? Если это острый гастрит, и это связано с хеликобактер пилори, действительно лечение антибиотиками и лечение современными, прекрасными, и сегодня уже абсолютно дешевыми препаратами, ингибиторами протонной помпы, самый простой амепрозол, да, замечательно вылечивает острый гастрит. Если это хронический гастрит, у которого есть сезонные обострения, и человек знает, что у него бывают переческие обострения хронического гастрита, он должен действительно чаще, это весной и осенью, просто курсом пропивать свой амепрозол, там месяц-полтора, стараться придерживаться определенной диеты, не волноваться, больше гулять и правильно питаться. Свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задавать по номеру 200-00-65, также пишите в вайбере, ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем ютуб-канале, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, что ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова